Всем привет! Меня зовут Елена Барагина, я художник-акварелист. И сегодня предлагаю вашему вниманию мастер-класс с акварелью, на котором мы нарисуем вот такие замечательные крокусы с волшебным фоном. Для данного мастер-класса нам понадобятся следующие материалы. Карандаш-кляшка для рисунка, для работы акварелью непосредственно. Нужна будет бумага акварельная, у меня это стопроцентный хлопок, фирма Баохонг, обычный не С8, 300 грамм, формат примерно 20 на 20. Кисти, флейт для смачивания и для работы я использовала кисти, чуть поменьше и побольше плоские с натуральным ворсом, также можно использовать белку микс, тоже хорошие. И синтетические, такая небольшая синтетика со скошенным краем, она нам пригодится для проработки цветов, самая такая нужная кисточка. И синтетика с острым кончиком, троечка у меня от Малевич, тоже для каких-то там акцентных мест уже в самом конце. Краски я использовала от Невской палитры, вот выкраска цветов, которые понадобятся. Я брала ауруалин желтый, золотистая темная, неоновый розовый, кобальт синий, кобальт бирюзовый, зеленая, голубая мгла. И вот это, в принципе, все цвета, которыми мы пользуемся. Возможно, немножко понадобится королевская голубая и где-то точечно мумбраженная. Ну, основной массив цветов это вот этот. Можно кое-какие цвета заменять, в этом абсолютно нет ничего страшного. Пользуйтесь теми, которые у вас есть. Просто немножечко, возможно, колорит будет отличаться, но это совершенно не страшно. Ну и, конечно, нужна будет вода и салфетки. Это как обычно. И непромокаемый планшет, на который мы будем крепить работу. Будем работать по-мокрому, поэтому нужно будет ее смачивать с двух сторон. Так, в качестве референсов, что я использовала? Крокусы. Пыталась я сгенерировать с помощью ИИ, чтобы под мою задумку, которая была в голове. Но, конечно, там все по-другому. Вот такой у меня получился результат. Ну, чисто как идею использовала. Но здесь цветочки немножко, конечно, с артефактами. У них лишние лепестки, либо недостаточно лепестков. Поэтому еще один цветочек использовала я вот такой, для того, чтобы форму посмотреть, какая у них настоящая. Вот получается два референса. Вот этот цветочек для этого, а вот этот больше вот этот. Ну, у меня немножко по-другому. Как бы я не срисовывала, а чисто подглядела. Ну, и разобравшись с материалами и с референсами, мы можем приступать непосредственно к работе. Всем вдохновения, удачного творчества и хороших результатов. Спасибо. Итак, приступаем к карандашному рисунку. Первым делом нам нужно наметить композицию. То есть наши объекты расположить на плоскости листа. Цветочки не должны быть слишком крупные, то есть выпрыгивать за пределы нашего формата. И не должны быть слишком мелкие. То есть мы ищем какой-то их идеальный размер, чтобы они вписывались в наш лист. Так же я сравниваю размеры их по отношению друг к другу. Какой из них будет покрупнее, какой помельче. И намечаю движение стеблей листиков этих цветочков. У меня они так будут сходиться как бы треугольничком. Треугольная композиция с треем к низу. Ну, и сделаю еще один бутончик, чтобы все было по фэншуи. Три цветочка как положено. Потом еще проверяю, нравится мне все или не нравится. И уже приступлю к отрисовке самих цветов. Начинаем мы рисунок с серединки. То есть намечаем, где у нас располагается пестик. И потом намечаем лепестки, которые сходятся к стеблю все. И как бы переходят в этот стебель. Об этом нужно всегда помнить. И как бы всегда движением карандаша возвращать каждый лепесток к стеблю. Как бы продолжая линию невидимую. Тогда у вас цветок получится убедительным и неразваливающимся. Потому что часто бывает, когда люди увлекаются. Начинают прорисовывать лепестки как бы отдельно от общей формы. И в итоге цветок развалится. Один лепесток идет к стеблю. Второй идет куда-то там вбок. И получается он кривой. И сразу это бросается в глаза. Поэтому за этим мы следим. Всегда возвращаемся и как бы смотрим издалека на общую форму. И все получится. В целом у него строение несложное. Их всего 6 лепесточков, которые как бы сходятся к стеблю. Вот этот пестик такой бахромчатый, выглядывающий. И 3 тычинозки. Можно их так немножко тоже наметить. Уточняем форму бутоном. И далее приступим к отрисовке самого такого главного цветка, который смотрит уже больше на нас. Здесь тоже удобно начать именно с серединки. Вот этой центральной части, где выглядывает наш пестик. Вот я начинаю с прорисовки самого этого пестика. Потом будет удобно уже на него ориентироваться, соотносить размеры и форму лепестков друг к другу. И начиная прорисовываясь форму этих лепестков, мы смотрим, где этот лепесток начинается. Что он немножко заходит за пестик. Какая у него форма. Намечаем примерно эту форму. Чтобы он не выходил за пределы вот этого нашего намеченного круга. То есть не был там слишком огромным и выделяющимся. И вот примерно ищем эту форму. И далее намечаем самый нижний лепесток, который ближе всего к нам. Смотрим, на каком расстоянии этот лепесток начинается от того лепестка, который мы уже нарисовали. Чтобы он примерно был посерединке по отношению к нашему пестику. Это важно. Чтобы у нас цветочек, как я уже говорила, не развалился. И эти все лепестки, хоть и у нас не видно их оставание, то что как бы цветок нам развернут. Но мы должны помнить, что они все сходятся к стеблю, который условно находится там, где выглядывает сам пестик. Проверяем, правильно ли мы нарисовали все эти три лепестка, сходятся ли они у нас к стеблю, который внизу находится. И потом уже начинаем прорисовывать четвертый лепесток, который находится сверху. Он такой более круглой формы, достаточно простой и более-менее симметричный от пестика расположен. И прорисовываем еще два лепестка, которые находятся как бы сверху, снаружи. Они тоже круглой формы, немножко загибаются. Вот мы это загибание тоже прорисовываем. И более-менее симметрично расположены на нашем цветке. Прорисовываю левый лепесток, он такой же примерно как и правый, так же немножко загибается. И после этого я уточню немножко стебель бутончика и само форму бутончика подвину. Немножко влево. Далее мы уточняем наши стебли, как они идут. Немножечко их тоже дугой повести. И намечаем несколько листиков. Внизу я хочу сделать что-то типа льдинок, либо снега. Вот это будет такое более-менее абстрактное. Пока я просто ищу форму, как это, что у меня будет и где располагаться. На самом деле, в принципе, у меня карандашный рисунок здесь был и не нужен. Это я сейчас просто как бы думаю карандашом, как я потом буду это вытворять в акварели. Намечу еще немножко тычинки. И в принципе рисунок можно считать завершенным. Осталось взять клячку и ослабить карандаш. И подтереть лишние линии, которые вот у меня, их много лишних линий. После того, как подтирку, затирку я завершу, можно будет приступать непосредственно к акварельной работе. Наш рисунок мы кладем на непромокаемый пластиковый планшет, потому что мы будем его смачивать с двух сторон. Берем флейт и сначала хорошо промачиваем рисунок с обратной стороны. Не жалеем воду, нужно здесь прямо, чтобы лужи стояли, чтобы бумага была прям хорошо пропитана водой. И потом мы переворачиваем и то же самое делаем с лицевой стороны. Можно прямо лужи пускать, чтобы у нас листик плотно приклеился к нашему планшету. Поэтому промачиваем несколько раз и потом нужно немножко подождать, чтобы вода впиталась. И как бы бумага насквозь промокла. Я вот вам поставлю так палитру, чтобы вам тоже было видно, как и намешивают цвета. Я считаю, что это важно, поэтому палитра будет в кадре во время моей работы. Подготовим краски к работе, сбрызнув их распылителем, чтобы они немножко стали более мягкой консистенцией и лучше брались. И чтобы не ждать долго, пока вода впитается в лист, сверху эту лужу немножко нужно подсобрать. Лишнюю воду я уберу с помощью того же флейца. Я его отжала и как бы немножко промакиваю эту лишнюю влажность, чтобы у меня луж на цветах не стоял и удобно было работать. С помощью флейца это сделать хорошо, потому что влажность на листе как бы сохранится, не слишком он высушится. Но в то же время вот этих луж уже не будет. И можно будет потом более комфортно начинать работать. И приступаем к работе уже акварелью. Работу будем вести от светлого и начнем с цветов. Сначала начнем с теплой подложки. Я беру ауролин желтый и добавляю немножко золотистого темного, чтобы был такой светленький-светленький теплый оттенок. Очень водянистый, это важно, чтобы не пережелтить. И накладываю лепестка, где у нас будет самая светлая освещенная часть, теплая. Хочется передать эффект как бы закатного какого-то солнца, поэтому я подкладываю эту теплую оранжеватую подложку на освещенную часть лепестков. И помним, что тут важно не перетемнить, чтобы наш свет состоялся. То есть бумага должна просвечивать. Для этого удобно, чтобы краски были прозрачные по свойствам, смотрите. И тонким очень слоем с разведенным с водичкой мы их наносим. Наносим также на фон, где мы хотим, чтобы было теплое освещение, и на следующий бутончик, на следующий цветочек. На следующий цветочек можно сделать немножко более концентрированную смесь. Ближе к серединке, там у нас вот этот пестик такой желтенький. И от него как бы отсвечивает на лепестки более такой теплый цвет, сильнее по концентрации, чем на левом цветке. Проходим нашей теплой подложкой по всем освещенным участкам лепестков этого цветочка. Где-то более желтенький, где-то более оранжеватый. Особенно вот этих лепестков, которые как бы внутренняя часть. Можно их потеплее, более оранжеватыми сделать. Еще можно сразу добавить желтого на пестик и тычинки. Немножко более с высокой концентрацией набираем этот желтый цвет. И капаем на пестик, на тычинки, где они расположены. И далее будем прокладывать подложку холодного тона. Вот я беру кобальт бирюзовый и синий кобальт. И намешиваю такой приятный голубоватый цвет. И его я буду прокладывать в местах рефлексах, на лепестках. То есть снизу, где-то немножко сбоку. Так как у меня по картине задумываются льдинки или имитация снега. И они будут давать такой отблеск на лепестках цветов. Поэтому сейчас я заложу такой светленький голубоватый цвет. Потом тон на самих цветах будет гораздо темнее. А это будет немножечко светиться. И также этот тон я закладываю и немножко в фоне. И сразу имитирую как раз вот эти льдинки. То есть немножко геометрично я закладываю. Либо там диагонально, либо вертикально, горизонтально. Такими движениями. Потом, потому что будем добавлять уже темные тона. И вот этот голубоватый тоже будет как бы немножко светиться. Сейчас мы как раз вот эту всю светлую подложку и закладываем. Добавляю вот немножко еще и желтого в этих льдинках тоже, чтобы немножко где-то был отблеск какой-то и теплый в том числе. И так как у меня будут цветы сами по себе такие розово-фиолетовые, я вот хочу такой розоватый фон, розоватый тон добавить и в фон. Чтобы немножко это было все взаимосвязано. Тоже это важный момент. Когда мы продумываем фон, это должно все перекликаться и с объектом нашим главным. То есть если у нас объект какого-то определенного цвета, то этот цвет хорошо бы, чтобы как-то присутствовал в фоне. Но если это не совсем однородный серый фон для каких-то интерьерных решений, а что-то более живописное, то должно все вместе гармоничную картинку складываться. То есть наши объекты не изолированы от фона. На них отблески от этого фона дают рефлексы и сам объект тоже на фон влияет. Поэтому как бы вот этими тонами подложку по крайней мере я закладываю всю. Там и голубоватые будут цвета, и вот эти розоватые и желтоватые. Чтобы все складывалось в гармоничное целое. Мазки накладываю, казалось бы, хаотично, но продумывая там, где я оставлю свет. То есть в голове у меня есть картинка, в которой будут участки фона светиться. Обязательно вот этот желтоватый цвет мы не весь закрываем, а где-то местами оставляем. Чтобы было потом интересно в целом. И вот после этого приступаем к проработке цветов. Я беру плоскую кисточку с заостренным кончиком, и ей мы будем добавлять более плотный тон на лепестки. Уже немножко формировать их форму. Набираем основной цвет для лепестков. Розовый я смешиваю с бирюзовым своим. И получается такой филетоватый. И кладем мазки по форме лепестков. То есть представляем, как будто мы этот лепесточек гладим. И также вводим кисточкой. Чтобы наши мазочки подчеркивали его форму. И таким образом будет лучше выявлен объем. Смотрите, только мазочки мы кладем не до конца лепестка. И оставляем верхнюю часть, которая будет светиться. Это тоже важно, что сверху у нас будут плотать лучики солнца. Он будет освещенный. А внизу будет рефлекс этот наш голубоватый. Поэтому больше в серединку ложим. Но не то, что в серединку. Большую часть лепестка, конечно, мы закрываем. Но вот эти края освещенные и с рефлексом остаются. И дальше прорабатываем остальные по такому же принципу. Важны еще будут потом места касания лепестков друг с другом. Допустим, всегда надо смотреть, какой из лепестков светлее, а какой темнее. В данном случае вот этот, который мы сейчас прорабатываем, будет потемнее. А вот который был до этого, посветлее. И поэтому мы более плотный тон в местах касания накладываем у того лепестка. И они как бы друг от друга отделятся. Вот я подчеркиваю немножечко. Сейчас у меня там по-мокрому все расплывается. Поэтому все это мягко ложится. Ну а чтобы не было таких неконтролируемых растеканий и затеканий друг в друга, то помним, у нас сейчас цветочек увлажненный, поэтому в кисти должно быть мало воды. Поэтому я беру синтетику и краску на палитре как бы размазываю. В принципе, вот вы видите, как я работаю с ней. Но это важный момент, что у меня в кисточке очень мало воды. Там вот больше именно краски. И если мне краски много как бы не надо, такого густого тона, то я ее по палитре размазываю с маленьким количеством влаги вот так. И потом уже приступаю к проработке лепестков. И по цвету они тоже немножко различаться будут. Вот эти более фиолетовые, а которые вдали от нас, лепесточки, они такие будут более розово-оранжеватый оттенок. Поэтому я беру золотистую темную и смешиваю ее с розоватым, достаточно жидко. И вот этот такой цвет буду закладывать, красноватый, на те лепестки вдали. Тоже, чтобы не слишком густо было, чтобы это свечение сохранить. То есть они не красного цвета, а теплого именно такого свечения. И сверху лепесточек, он похолоднее, как бы потемнее. А вот это светящееся как бы изнутри немножко сохраняется. И тоже места касания лепестков мы замечаем, смотрим, какой у нас лепесточек темнее, какой светлее. В данном случае верхняя часть предыдущего лепестка, она там светится. Поэтому мне нужно подчеркнуть дальним лепестком вот это место касания. Вот как раз кисточкой со скошенным краем удобно делать такие места узненькие, залазить острым этим кончиком и подчеркивать. И вот передний лепесток тоже немножечко выделяем. И вот смотрю, что мне объема не хватает, поэтому сейчас я буду еще уточнять объем нашего близлежащего лепестка. То есть тона немножко надо поднабрать. Еще раз пройдемся по центральной части, чтобы вот у нас он такой более выпуклый был. И потом уже замешиваем цвет для лепестков с левой стороны. Тоже вот этот оранжеватый и розоватый. И прокладываем вот этот тон на другие лепестки. Оставляя краешек светящийся, тоже вспомним, какой у нас часть какая будет темнее, какая светлее. Внутренняя она будет такая более теплая. А по краю немножко небольшую, вот эту беленькую полосочку я оставила, не полностью закрыла. Покрываем его до конца. И дальний лепесточек тоже нам нужно сделать. Он еще более светлый, тепленький. Поэтому разводим уже с водичкой вот эту лужицу. И немножко посемнее даем тон на дальний лепесток, оставляя там кусочек прям светлого-светлого, чуть ли не белого светящегося тона. И далее наша задача проработать серединку тычинку и пестики. Для этого набираем краску более густо. Беру я оранжевую, смешиваю с желтым. Прям такой открытый цвет буду накладывать на вот эти части цветка. Остреньким кончиком мы уточняем, где у нас эти тычинки находятся. Обязательно следя за тем, как мы форму лепестка переднего поддерживаем вот этим тоном. То есть мы его формируем и форму лепестка, который перед нами, и уже тычинки и пестики прорабатываем. И смотрите, как мы накладываем краску. То есть светящиеся моменты, которые были в подложке, я тоже оставляю, где у меня там солнышко будет падать и освещать, допустим, этот пестик. И прокладываю как бы вот этим темным только тени. И потом еще более темным уточняю там самые такие темные тени. Очень точечно, где у меня как бы такие теневые участки, тогда объем еще лучше проявится. То есть будет тон светлый, средний и темный. И этим темным я еще лучше подчеркиваю вот эту форму лепестка, который к нам ближе. И светящаяся вот у него каемочка, видите, у нас прям засветилась, оставилась. Здесь вот прям надо точечно работать. Главное, чтобы вот этот темный не затек на этот лепесток. Там смотрите, по влажности тоже, как это будет все выглядеть. И немножко красноватым подчеркиваю другие лепестки, которые, ну как я вижу, более на них отблеск посильнее, такой теплый, немножко потемнее. Места касания уточняю, там уже краска немножко схватилась, поэтому это еще можно проще сделать на второй раз. Где-то там может быть краешки более темным подчеркивать. Ну, пока до конца не просох цветочек, можно немножко еще в нем поковыряться. Вот мы уплотняем тон, особенно в местах касаний, то есть где-то там нужно подчеркнуть посильнее, посильнее. И вот эти места прорабатываем еще на второй раз. Помним о консистенции краски, то есть краску берем уже более густо и меньше там воды, чтобы она ничего у нас не растекалась, а ложилась мягко и контролируемо. Может, приходится к месту еще под размазу, то дальний лепесток мне нужно обобщить, то там у меня кусочек жесткого касания был. И дальше продолжаю прорабатывать вот эти акценты темные ставить. Они, кстати, дают картинке такую большую живость, и поэтому не стоит пренебрегать вот этим моментом. Где-то, может, по краешкам там стоит какой-то акцентик поставить. В местах касания у темнений такое более сильное. Поэтому пробегаемся по всему цветочку и вот эти акцентики ставим. Ну, тут самое главное тоже не переборщить, чтобы потом в глазах от них не пестрило. Но расставить их необходимо. Эти контрастные пятна будут больше объем давать цветку, и такой он будет в целом повыразительнее, когда они есть. Это важный момент, поэтому не пренебрегаем этой частью работы. Подчеркиваем последний лепесточек. Тоже небольшие акценты ставим. И дальше хочется низ цветочка немножко рассмыть вместо касания, чтобы там было мягкое, и фон более мягко он сплавлялся. Поэтому я сейчас просто такой влажной кисточкой низ у цветка немножко как бы растягиваю. Для чего это делается? Чтобы потом, когда я буду делать фон более темный, у меня были касания более жесткие сверху, у нее части, допустим, со стороны света, и более мягкие со стороны тени. Это тоже такой интересный этап взаимодействия картины, объектов в картине. И затем наводим краску и приступаем к работе над вторым цветком. Те же самые этапы. Движемся от лепестка к лепестку и утемняем местами, все время сравнивая, какой из лепестков темнее, какой светлее. Какой будет более теплый тон, допустим, вот возле этого пестика, он такой будет более теплый тон на лепестке. Более там оранжеватый вот это накладываем. И где более холодный, то есть взаимодействие его с окружающим пространством будет давать более холодный тон. За этим всем следим и работаем поэтапно, не спеша. Времени тут у нас... Спешить нам тут некуда. Можно подмачивать даже эти лепесточки по отдельности, чтобы, допустим, краска мягко расплывалась. Ну, короче, в комфортном режиме работаем. Я, может быть, работаю быстрее, чем бы вам хотелось. Поэтому можно вам чисто посмотреть сначала это видео, а потом уже работать со своей скоростью. И вот смотрим... Я вот сейчас более холодным подчеркиваю, где лепесток отделяется от лепестка. А вот это места касания. Тоже всегда про них помним. И вот верхняя часть, где загибание, то тоже она будет светлая. А вот эта тень как бы от нее тоже на лепестке можно сразу подчеркнуть более темным. И тень будет плавно растекаться, что очень удобно. Когда прорабатываем все эти лепестки, вот этот краешек, где он необходим, светлый, обязательно оставляем сразу. Потому что выбирать потом будет его гораздо сложнее. Можно, конечно, что-то выбрать с кисточкой. И потом, если мы там залезли. Но уже такого светящегося края не будет. И сразу я акценты более такого теплого и плотного тона ставлю к основанию. Тоже следя за тем, чтобы у меня края лепесточков были четкие. Так как он на переднем плане, и я хочу его сделать таким более проработанным. Поэтому здесь за этим всем смотрим. Наружная часть лепестков у нас как раз более холодная. Там рефлекс есть немножко, поэтому я холодненьким подчеркиваю. И немножко розоватого опускаю, чтобы собственный тон у лепестков тоже присутствовал. И вы можете видеть, что на серединку вот этой части лепестка я как бы наношу немножко тон поплотнее, чтобы вот немножко объем проявился. И также начнем работать с нижним лепестком. Я ему наношу тон посерединке, чтобы собственный цвет его проявился. Оставляя нижнюю часть с рефлексом, и сверху он такой будет розоватый, светленький. И сразу, кстати, можно это немножко размыть касание, чтобы это потом не размазывать. А вот просто водичкой смочила под лепестком, и он как бы немножко растекся, и там не будет жесткого касания. Но сам этот лепесток должен быть такой поплотнее, поэтому я и рефлекс сильнее сейчас нанесла. И сейчас собственную тень буду так понасыщеннее ложить. Самое главное не дойти до края и до низа, чтобы вот именно посерединке вот этот тон основной проложился. Таким образом проявится вот у этого переднего лепестка объем. Ну, кстати, бывает с первого раза он не получается, смотря как мы этот тон возьмем. Возможно, придется потом сверху проходить и еще раз над ним работать. Пока оставляем вот так. И дальше прорабатываем остальные лепестки, которые у нас еще остались. Вот этот более такой потемнее, чем, допустим, левый. Тоже у него есть и более холодный рефлекс, голубоватый. И собственный тон потемнее. Собственный цвет у этих цветков вот я набираю все время. Беру розовый, либо кобальт голубой, ой, да, кобальт синий, либо розовый с бирюзовым. Так вот он такой более плотный. Вот в основном вот этими цветами работаю. Иногда золотистого добавляю, чтобы был вот такой немножко уже более глухой, но красноватый оттенок. И приступаем к проработке этого лепестка, крайнего. Он, кстати, весь будет темнее и местами теплее. Поэтому вот я смочила его сначала, и потом буду набирать такой более теплый тон. Беру розового больше, немножко золотистого добавляю. Таким красноватым цветом начинаю его покрывать. Он как бы с одной стороны там освещается от солнца таким красноватым оттенком, а вот со стороны тени будет более такой плотный и темный. Там больше уже фиолетового берем. И взаимодействие того лепестка вот с передним смотрим, какой из них темнее. То есть тот лепесток дальний в местах касания потемнее. И как бы он темной своей вот этой стороной выделяет лепесток близлежащий. И смотрите, как объем сразу подчеркивается вот этого лепестка, который уже нарисован и выпирает. Просто при взаимодействии их друг с другом. И дальше приступаем к центральному лепестку. Там мне нужен будет тон такой цвет, более теплый. Поэтому берем больше розового и обвозим этим цветом, как бы выделяем наш пестик бахромчатый. Вот сейчас мы ему форму рисуем тоном лепестка. Тоже важный момент, чтобы у нас он не потерялся, его нужно было обвести. И у этого лепестка еще с краю прямо освещенная часть сохраняется с правого края. Поэтому мы вот оставляем кусочек светящийся. Остальное более темным прокладываем. И внутренний лепесток, который последняя часть осталась, он тоже более теплый, красноватый. Его мы тоже сразу дорисовываем. Оставляя кусочек светящегося от солнышка. И вот после этого у нас останется лишь наружная часть правого лепестка. Голубоватая такая и светлая тоже. Мы видим, что вот эти все части лепестков, которые как бы так вот загибаются, они более светлые, чем внутренние части лепестков. Тоже на это обращаем внимание. И потом это оставляем, чтобы у нас такой цветок был красивый, объемный. И дальше работаем над бутончиком. Тоже ему наводим цвет такой розоватый, фиолетоватый. Двумя мазочками буквально ему даем оттенки основные. Его слишком прорисовывать и прорабатывать не надо. Он у нас тут чисто для дополнения композиции работает. Но не главный объект, куда бы следовало притягивать внимание. Поэтому так легко буквально двумя мазочками мы с ним работаем. И на этом этапе первая работа над цветами закончена. И сейчас приступим к работе с фоном. Для этого нужно сначала этот фон смочить. Я беру флейц и смачиваю весь фон, обходя обязательно цветы. То есть даже местами мы к ним совсем вплотную не подходим. На них точно водой нельзя заходить, чтобы потом краска на них не затекла. Нам нужно, чтобы они четко выделялись. Но фон надо хорошо промочить, чтобы нам потом было комфортно и достаточно времени, чтобы с ним поработать. Потому что это будет такой самый интересный момент творческий, я бы сказала. С фоном всегда работать очень интересно и вдохновляюще. И после того, как мы смочили этот фон, приступаем к проработке. Берем плоскую кисть и навожу я такого бирюзового оттенка вместе с синим, более плотного, но не слишком темного. И начну я работу вести с такого оттенка синеватого. Так как в фоне у меня предразумевают какие-то кристаллики, обязательно места, светящиеся, нужно оставить. И вот так вот. В то же время все это будет более-менее абстрактно, то есть не будет там четких форм таких, которые будут как бы читаться, что это вот конкретно какой-то объект на фоне. А все более-менее будет сливаться такой в абстрактный, так сказать, узор. Поэтому здесь слишком прорисовки никакой не надо. Чисто как бы представляем, что там какой-то где-то кристаллик есть, и допустим с краешку я вот так раз и подчеркиваю таким более голубоватым цветом. Движения вот именно такие, достаточно геометричные, либо там по диагонали у меня мазочек, где-то краешек у него такой квадратненький оставляя. Ну как бы имитацию такую, каких-то там камней создаем. В местах касания с цветами тоже мягкий делаем, как будто там цветочек сплавляется так в фон. И таким образом движемся выше. Где-то может быть более розовым цветом прокладываем, чтобы это все гармонично соединялось. И в фоне этот розовый тоже отблески были. Особенно тот факт, что хочу я имитацию вот этого сделать какого-то там льда или снега, то все друг в друге будет отражаться. И поэтому эти цвета перекликаются и в фоне, и в цветах. Вот такой интересный момент. Сейчас у меня вот этот тон средний на картине прокладывается, а потом уже будут темные акценты ставиться. Когда к темному перейдем, будет такой самый большой интерес, так скажем. Но пока мы не пройдемся по всей картине этим средним тоном, к темному переходить нету смысла. Внизу у меня он более дробный, дробный фон. Там такие были мазочки мелкие. А сверху фон будет более цельный. Поэтому там вот уже будут более крупные мазочки, и он такой более обобщенный будет. Обратите внимание на движение кисти, как я работаю. Что иногда как будто подметаешь, где-то она слишком плотно ложится сверху, а потом ослабляется. И таким образом мазок получается разнообразнее. Сверху он будет более такой четкий, а снизу более такой сглаженный. Это, кстати, тоже такой интересный и важный этап, как мы прикасаемся кистью к бумаге. Что-то если мне нужно такое четкое проработки, то я просто медленно прикасаюсь. А когда нужен мазок более сглаженный, то я его и рисую более сглаженно. А вот этот участок картины будет самый светлый, поэтому здесь я просто беру кисточку с водой и добавляю немножко тона, он там появляется, еле-еле видный. Но лепестки немножко надо подчеркнуть, чтобы они выделились, и таким жесткой границей у них была. Как бы подчеркнуть их освещение солнцем с этого края. Поэтому, вот видите, я прохожусь и кисточкой эти лепестки подчеркиваю, уводя фон более мягко. Проходим сразу место касания двух цветочков, чтобы там какой-то промежуток был. И так до низа я прохожусь этим, этой кисточкой, сглаживая некоторые места. И сейчас приступаем уже к работе с более плотным тоном фона. И для этого я буду намешивать густую к темную краску. Вот я беру кобальт синий, прям густо. Хорошо в этом плане пользоваться краской из тюбиков, а не из кюветок. Она будет набираться прям гуашеобразно. Сейчас, потому что у нас такая будет интересная работа, и тут нужно много краски на палитре, чтобы нам 20 раз это все не замешивать. Поэтому не жалейте краску. Здесь мы ее набираем густо и прям хорошо-хорошо размазываем, взяв на палитре. А, у меня здесь цвета кобальт синий и голубая мгла от невской палитры. И он такой получается темный-темный синий цвет. И начинаем смотреть, где у нас есть кристаллики и где промежутки между ними. И вот из этих темных промежутков я и начинаю работу. На кисточке, как вы видите, у меня краски очень много, она прям гуашеобразная. А влажность на листе, прям, ну, много влажности. Потому что мы недавно там прошлись, краска, и у меня танас, она там прям мокрая. Даже вот можно видеть, что красочка немножко растекается. Поэтому вот я беру синтетику и немножко сейчас поработаю синтетикой, чтобы мне вот эти кристаллики как бы подчеркнуть более четко. И вот эти кристаллики я уже выделяю темным фоном. Ну, там, где мне бы хотелось, чтобы они были. И вы можете увидеть, что я одновременно работаю несколькими кистями. У меня вот эта первая кисть, которую я брала, плоская, с натуральным ворсом, она, в ней много этого тона, темного. И когда мне нужен такой широкий мазок, я ее беру. А когда нужно более четко что-то проработать, вот, допустим, там, синтетической кистью, то вот я беру синтетику и ей прорабатываю. Поэтому постоянно под рукой две кисти, и мы их чередуем. Очень это удобно. Не нужно, там, промывать кисть для того, чтобы сделать какой-то мазок, который нам нужен. Поэтому советую так пользоваться. Продолжаю формировать кристаллики, будто бы которые там существуют. Тоже всегда накладываю сначала какой-то средний тон, а потом темным подчеркиваю нижнюю часть, например, этого кристаллика. Сейчас-то, в принципе, как бы их толком и не видно, а просто какие-то мазки хаотичные. Но, возможно, в конце это все сложится в какую-то такую более понятную ситуацию. Тут самое главное — сохранять геометрию, чтобы в целом, как бы, картина смотрелась немножко геометричной. Если была изначально такая задумка. Просто мне здесь как бы захотелось такой фон сделать, необычный. Не стандартно, там, как-то его залить, а вот чтобы какая-то была более творческая такая игра. Некоторые места вот обобщаем таким средним тоном, но оставляя светящиеся вот моменты. И свечение вот это будет более ярко проявлено, когда оно будет на контрасте с обобщенными участками. И сейчас будем добавлять уже более плотного темного тона. Вот я беру другую кисточку и начинаю делать широкие мазки. Видите, у нее уже была краска. Прям такими смелыми, широкими. Мне нужно подчеркнуть вот этот крайний цветочек по краю, чтобы он еще лучше проявился и засветился. А сверху хочется цвета более такого насыщенного синего. Поэтому вот я беру бирюзовый, немножечко вмешиваю его в эту лужицу. И вот сверху такими подметательными движениями накладываю такой бирюзовый, как бы имитируя что-то типа северного сияния. Прикладываю кисточку и опускаю. Смотрите, получаются такие всполохи света. Так вот такими движениями примерно рисуется северное сияние и какие-то светящиеся моменты. Вот правая часть листа у меня уже просохла, поэтому я еще раз прохожусь в водичку, смачиваю, прежде чем переходить к работе над ней с цветом. И все время проверяйте фоном, ну над фоном в данном случае, как бы не нужно работать по-сухому, нужно, чтобы все время эти мазочки расплывались, чтобы нам потом, ну чтобы у нас выделялись по-сухому цветы более четко. Если на фоне будут такие жесткие мазки по-сухому, то они будут перетягивать внимание. Поэтому следим за влажностью бумаги. И если что-то там у нас подсыхает, то это надо смачивать сразу же. Более контрастненько я выделяю цветочек и вот эти объекты своего северного сияния. Смотрите, как интересно там пятно засветилось. Ну вот в такой манере работы с фоном как бы нет готового решения сразу. И в данном случае как бы я рассуждаю и работаю, ну как в принципе я веду эту работу и вам показываю. Когда, допустим, мы просто рисуем какой-то там объект с референса, у нас там есть какое-то готовое решение, и мы просто его срисуем, это одно дело. А здесь как бы немножко проявляем свою фантазию и уже все время посматриваем на свой рисунок, как получается, гармонично-негармонично, дробно-недробно. То есть это все время нужно смотреть в процессе. Здесь же в этом процессе я и решаю, насколько хочу я, чтобы эти, допустим, мнимые кристаллики были натуралистичные или ненатуралистичные. Как бы это все я решаю по мере проработки. Если, допустим, хочется больше материальности, то немножечко их подчеркиваю. Край, допустим, выделяют голубым, и какое-то уже появляется более материальная история. Мы знаем, что у всех таких кристалликов есть где-то такие грани более четкие, а есть грани такие более размытые. Я сейчас так прорисовываю и смотрю, как это будет выглядеть. Возможно, мне это придется вообще все немножко размывать потом, если они слишком дробно будут смотреться. Пока я это не знаю. Поэтому я сейчас их немножечко прорабатываю, потом в целом на это все гляну и решу, что делать дальше. Здесь как бы важен баланс, чтобы внимание фон на себя не перетянуло. Все-таки главные были цветы, а фон их только подчеркивал их интересность. Очень важный этот момент, и об этом нужно помнить. Что у нас главное? Какой объект самый важный? И сверху более такими тоже подметательными движениями продолжаем прорабатывать темным цветом. Тоже подсыхает. Смотрите, сразу водичкой с флейс такой влажный я немножко обобщаю, размываю, чтобы не было жестких мазков. И уже дальше продолжаю работать. Пока акварель полностью не высохла, ее что-то можно там двигать, исправлять. Это такая получается живописное тесто, над которым можно работать. Многие боятся лишний раз как бы потревожить акварель, но в этом плане на целлюлозе сложно работать, потому что она слишком быстро сохнет. И, допустим, там нужно более четко ложить мазки правильно. То есть не дает права на ошибку. На хлопке же работать более комфортно. Если вы положили мазок не в том месте, бумага еще не высохла, это все можно сразу убрать и исправить уже на то, как вам нужно. Сейчас вы видите, как я подчеркиваю темным фоном лепесток у цветка. Прям выделяю его. И смотрите, как он сразу выделяется. В этом плане с этого края чисто такой один темный и глухой тон, и лепесток сразу у нас так подчеркнулся. Ниже продолжаю колдовая над этими кристалликами. Возьмем сначала более такой синий цвет и какие-то места подчеркнем больше синеватым оттенком, выделяя цветочек свой. Тоже местами выделяя его, чтобы не был он полностью обведенный со всех сторон. И формирую эти кристаллики. Добавляю отмазочки бирюзового какого-то цвета, где-то оставляю беленький светящийся. Розовенького добавим немножко. Здесь, например, возле цветочка, как будто он потек от цветочка розовый цвет. Подчеркиваю и добавляю. Ну, вы увидите, что происходит на листе. Тоже мне слишком прям такой пестроты, и чтобы все это слишком светилось, не нужно на фоне. Поэтому я сейчас немножко даже, как бы сказать, обобщаю более таким фиолетоватым цветом эти кристаллики. Только местами оставляю более светлую часть. А теперь уже беру синтетику остренькую и еще попробую поколдовать над их формой. Вот мне хочется, чтобы возле цветочка какие-то кристаллик прям такой был четкий. Я его раз так прорисовала остренько. Этот цветочек выделяю мозочками темного цвета, чтобы он подчеркнулся. И этот мозочек увожу в фон, чтобы не выглядел он как обводка. Видите, подчеркиваю. И дальше как бы сливаю его с фоном. Раз-раз мозочками. Дальше более четко постараюсь проработать какие-то, может быть, кристаллики. Я набираю такой более концентрированный цвет, еще теньее. Намешиваю прям, чтобы кажется было. И форму каких-то кристалликов, мнимых подчеркиваю. Еще более контрастно вожу на красине. Более проявленный. Где-то в серединке такой голубоватый цвет поплотнее добавляю, чтобы была именно градация тона от светлого к темному. И вот все присутствовали. И средний, и темный, и светлый. С той стороны смотрю я, что уже подсохла бумага. И чтобы мне продолжать работать, нужно смочить опять это флейце место. Я беру флейц и смачиваю аккуратненько. Самое главное, чтобы во флейце не было много воды, чтобы там не начались разводы краски некрасивые. А когда такое просто влажное, то вполне можно во время работы подсмачивать. Сейчас буду уделять места, где у меня цветочки тоже соприкасаются с этими кристалликами. Вот я там возле цветочков подчеркну, тоже контраст такой явно выраженный, чтобы они так эффектнее выделились. Аккуратненько. Между цветами прохожусь. Вот я делаю остренькой кисточкой, чтобы подчеркнуть их форму. Немножко, блин, залезла. Сейчас буду выравнивать лепесток, форму лепестка, чтобы она такая была округлая. Подлазим немножко. Здесь мы фоном формируем форму цветков. Поэтому следим за тем, чтобы они у нас не получились какими-то некрасивыми и кривыми. И здесь геометрично поформируем форму кристалликов тоже. Кристаллик оставляю и там снизу тоже его подчеркиваю темноту. Где-то ему ребро сделаю такое. Как бы сейчас идет процесс думания над фоном. Еще толком нету готового решения. Здесь я как бы наблюдаю в моменте, как это будет все выглядеть. На данный момент, допустим, мне кажется, немножко это все дробно. Поэтому работа будет продолжаться. Местами буду обобщать. Снизу, допустим, не нужна мне эта дробность. Добавляю там фиолетоватого цвета. Вот это в этапе как раз и идет такой безопасный, я бы сказала, творческий процесс. Когда мы по своему вкусу формируем этот фон, в то же время здесь можно краску и двигать, и изменять, и слишком на результат это не скажется. Помним главное, чтобы цветочки у нас оставались главным объектом, а фон как бы их поддерживал, придавал такого волшебного настроения. И как бы у меня была задумка, чтобы имитацию каких-то там кристалликов создавалась на этом фоне. Но я вас вообще не призываю рисовать этот фон так же, как это делаю я. Особенно вот сейчас, потому что у меня ведутся поиски. Как бы хорошо было бы просто это посмотреть, этот процесс поиска, а потом уже создать самому подобно. Самое главное, пользоваться этапностью вот такой, что мы краску накладываем поэтапно, от светлого к темному. То есть сначала у нас были самые светлые заливки, потом мы прокладываем где-то средние тона, и сейчас мы уже работаем с густой краской, прокладывая акценты и обобщая те моменты, где нам кажется, что слишком дробная история получается. То, что получается сейчас у меня, как бы меня еще не устраивает, хочется местами прям сильно обобщить этот фон. Поэтому я сейчас еще раз смачиваю флейцем то, что мне хотелось бы обобщить, чтобы цветочки более явно выделялись. Вот я даже смачиваю, там в принципе влажность уже была и как бы оно уже флейцем в какой-то степени обобщается. Сейчас я более темным цветом буду проходить и в целом обобщать вот эти кусочки фона. Вот этот цветочек смотрите сразу как заиграло, как выделилось, когда мы просто более обобщенного фона подложили туда какое-то течение света от цветка я, конечно, оставлю и сформирую там парочку этих кристалликов более плотно. Подчеркнем их вот так темным фоном. Чтобы они не были сильно яркие как до этого, но как бы немножко все равно их выделить. Ну так уже как-то более гармонично смотрится. Когда мы как раз рисуем такой сложный фон какой-то фантазийный, конечно, сразу уже не может быть изначально готового решения в голове. Мы его формируем сразу на листе, как бы смотрим, как нам нравится, чтобы это смотрелось интересно и гармонично и как бы приходится что-то исправлять, что-то там подчеркивать и даже что-то выбирать по итогу. Сейчас я вижу, что с левой стороны мне нужно подвыбрать. Я беру синтетику и какие-то грани у кристалликов выбираю просто синтетической кистью. Она чистая, отжатая и вот так можно немножко выбрать. Тут еще играет роль какой краской пользуетесь, когда работать таким образом по-мокрому. сейчас у меня цвета в основном какие-то бирюзовый, голубая мгла, синий кобальт. Все эти цвета невъедливые, то есть они хорошо убираются с поверхности бумаги. У краски тоже бывают разные свойства. Есть цвета, которые въедливые, они сразу проникают в волокна бумаги, их сложно вот так выбрать. А есть вот такие, которые лежат на поверхности. Их выбрать гораздо проще. с ними конкретно с фоном, когда работать тоже проще. Когда нам нужно допустим работать по слоям или лессировками, то возможно лучше использовать как раз въедливые цвета, чтобы повторным смачьем они не вымывались. А вот когда таким образом мы работаем с фоном, где нам нужно что-то снимать и выбирать, то конечно лучше такие использовать краски, которые остаются больше на поверхности. Вот такие нюансы нужно учитывать при работе с акварелью. Этот момент наиболее любимый мой, когда мы потом уже ковыряемся в этом нашем живописном тесте, что-то подчеркиваем, что-то осветляем и как бы смотрим, как картинка меняется и здесь как бы есть то самое творчество, про которое все говорят, когда не просто даются нам готовые решения, а когда мы эти решения сами придумываем в процессе работы. Здесь мне немножечко не хватает тона на цветочек, вот я видите, добавила бирюзового, чтобы он еще сильнее проявился, этот рефлекс бирюзоватый. И дальше подчеркиваю еще несколько граней у своих кристалликов, где они у меня заплывают. прохожусь по всей картине, подчеркиваю и смотрю, как это все смотрится. Где-то еле видные грани на темном фоне, возможно, стоит подчеркнуть, выделить кристаллик. Может быть, потом я частично все еще опять это обобщу, не знаю, сейчас буду смотреть. здесь такой остренький уходит вверх. Кисточкой выбираю и возвращаю ему немножко такой более синий бирюзовый оттенок одним мазочком буквально. И теперь стоит прорисовать немножко стебли, поэтому я беру средне-зеленый от Невской палитры и завожу его с этим темным своим каким-то цветом, который у меня был в фоне, чтобы он получился более темный такой зеленоватый оттенок. И прорисовываю я стебли у этих своих цветов и зеленые листики местами. И смотрите, как я их сейчас буду рисовать. То есть я его положила мазок, выделила там лепесток, веду его и как будто прерываю местами. Допустим, если у меня это кристаллик будет, что как будто этот стебель входит в этот кристаллик. Здесь я этим стеблем тоже взеляю листики, лепестки у цветов более четко провела тоже и прервала. Эти стебли, листики будут как бы поддерживать мою композицию вот эту волшебную. Также сейчас нижним цветочком сделаем. Тоже ему какое-то утемнение дам, типа там какая-то зелень, листики сбоку выходят и стебли лучше подчеркну. И тоже получается я этими зеленью прерисовываю лучше свои лепестки у цветов и в то же время формирую какие-то кристаллики. Вот например, здесь пошел листик исчезает в этом кристаллике и где-то появляется, как бы насквозь его проходит. Такую хочу я создать интересную волшебную историю. Как бы цветы вырастающие из каких-то кристаллов. Здесь также появился лепесток, листик пропал, появился снова. И этим плотным темным фоном еще раз подчеркиваю места, где мне нужно четко и такие границы дать. Мне уже в принципе нравится, как-то интересно получается, правда же? Какое-то волшебство. Мне сейчас важно всегда немножко отдаляться и смотреть как бы издалека на то, как это все получается, чтобы не слишком раздробить и в то же время чтобы какая-то такая композиционная история интересная формировалась. Много слишком этих черных темных полосок не нужно делать. Гармонично там допустим несколько листиков и пару стеблей и все. Может быть немножко стоит их выделить и каким-то более светлым тоном. В данном случае можно использовать белильный цвет вот этот королевская голубая он кроющий поэтому я его сейчас густо наберу и где-то немножечко ослаблю темные свои пятна. Одним мозочком допустим стебель пусть отбрызг будет и где-то листики также пройдусь между ними можно где-то пройтись. Он будет ненавязчиво смотреться но в то же время немножко разнообразить темные пятна. хотелось еще больше это все обобщить поэтому я беру флейт немножко влажный и так вот обобщенно мазками формирую где-то такие обобщенные места краска там еще влажная поэтому они сразу как бы смахиваются и обобщаются убираю излишнюю дробность как мне кажется можно было в принципе наверное оставить но попробую немножко еще поработать над этим фоном вот так прям просто сразу флейт я местами обобщила и немножечко сейчас проявлю там эти кристаллики буквально чуть-чуть берем густой бирюзовый цвет мазочками проявляем на темном фоне чтобы там какая-то была история не совсем смазанная и посмотрим как это будет выглядеть также можно будет потом где-то подвыбрать что-то мне как бы не хочется чтобы прям слишком пестрило то есть чтобы какое-то волшебство конечно оставалось но как мне показалось до этого было слишком пестро я на кисточку на плоскую набираю вот все это где-то проявляю возвращаю грани своих кристалликов ну чтобы они были не такие навязчивые где-то может придется еще подвыбрать уже смотрю по ходу дела может быть красноватого розоватого добавить сюда в центральную часть слишком крупный белое пятно и все время смотрим на рисунок в целом как он выглядит всегда смотрим именно не на отдельный кусочек этого рисунка там какой-то объект а в целом то есть как цветы взаимодействуют с этими кристаллами чтобы выделяются они или не выделяются чтобы у нас внимание не перебивалось можно такими движениями с чистой кистью где-то вернуть свечение каких-то кристалликов на этом этапе можно даже поработать пластиковой карточкой карточка она более четко геометрично вы может выбрать грани какие-то поэтому мы немножко подчеркаем ей и придадим еще больше такой геометрии четкости каким-то граням пропсарапываем краску если уголком карточки такая линия получается а если плоскостью то плоская такая история берем карточку и проводим ей местами вот так например и на этом этапе в принципе можно заканчивать уже работу над фоном и приступим к последнему этапу прорисовки цветов чтобы они стали еще более четкие объемные и выделяющиеся здесь возможно придется пройтись еще раз по всем цветочкам и где-то немножко уплотнить им тон и возможно сделают эти характерные прожилки этого вида тоже чтобы они были не слишком выявлены поработаем с каждым лепесточком отдельно смачиваю и добавляю немножко красочки розового цвета фиолетоватого добавим в синях чтобы они стали более такими объемными и проработанными тут еще важно не полностью перекрывать там все всю историю которая у нас была а местами только места касания сделать более четко имитацию этих прожилок сразу выдать навожу я более плотный тон фиолетоватый и как раз занимаюсь проработкой этих участков акцентики в местах касания в местах загибов и имитация каких-то прожилок во внутренней части они неявны не такие что прям слишком хорошо видно то есть по мокрому немножечко буквально мазочками мы их формируем несколько и смотрим как они идут обязательно где-то они идут полукругом и в какую сторону не заворачиваются это важно и теперь снаружи часть лепесточка тоже хочется немножко проявить более холодным добавляю здесь голубоватого ну и в принципе уже выглядит он более-менее завершенным что дальше дальше наверное мы будем работать над серединкой она сейчас слишком светлая ее нужно немножко уплотнить ввожу я опять этот цвет ауролинз золотистый темный и прохожусь по пестику уплотняя его тон там в принципе он желтый но там солнца такого освещения яркого нету именно на него поэтому он более темный в целом а вниз то уходит еще более темным цветом там вот красноватый поэтому ввожу эти тоже подчеркиваю желтым посильнее там сбоку где-то еще нужны ему акцентики более плотного тона вот оранжевый ведем и возможно еще на самом деле утемнить придется местами также мы видим что вот эта серединка она темнее чем окружающие лепестки ее поэтому набираем еще более такой плотный красноватый цвет и выделяем лепесток вот этой серединкой как раз что мы форму уточняем у лепестка и уплотняем тон на этом центральной части цветка сейчас формируем еще и пестик получше бахромистость вот эту передовая темными акцентами и у него проявляется объем от него на лепестках тоже идет какой-то более темный цвет поэтому там мы тоже подчеркиваем лепестки снизу потемнее это у нас было недостаточно там тона поэтому такой розоватый филетоватый еще раз подчеркиваю и тоном на лепестках мы немножко серединку получше выделяем и она лучше проявляется снизу темнее сверху светлее то есть там сверху уже немножко размыло самый темный цвет набираю и еще делаю акцентики не хватило то есть какие-то акценты хочется еще сильнее усилить выделила я точечные места чтобы сюда взгляд притягивался все-таки это наш цветочек такой самый главный и на нем можно сделать больше подробностей ну чтобы в первую очередь мы смотрели на него когда видим картину конечно степень проработанности этих подробностей это дело вашего вкуса кто-то любит более реалистичные работы и хотя бы какие-то объекты ему хочется сильнее проработать а кто-то любит более обобщенно и в принципе вот на таком даже этапе можно было бы по идее картину и оставить чтобы все такое было недоделанное как будто бы недозавершенное ну я вам сейчас покажу как их в принципе завершить эти цветочки чтобы тоже в принципе работа будет смотреться хорошо поэтому мы сейчас тон уплотняем местами и еще более их реалистичными делаем на внутреннем лепестке сейчас фон уточню уплотню чтобы вот у меня как раз этот темный акцент серединки проявился сильнее и подчеркнуть вот эту завернутость лепестков чтобы она лучше просматривалась грани где-то я у них сделать акцент акценты на гранях и имитацию полосочек сейчас я как раз рисую острым кончиком полоски на этих цветах но с полосками как бы работать нужно аккуратно можно слишком сделать полосатыми и как бы это будет смотреться ненатурально здесь важно соблюдать баланс поэтому можно сначала прокладывать общий тон насколько он там будет потемнее сейчас попробуем так сделать я проложу общий тон на этом лепестке покрываю его водичкой сейчас залью таким более фиолетоватым плотным цветом проявив места где он будет более акцентный сверху лепесточек выделяет такой четкой акцентным пятном и немножко растягиваю его к нижней части обязательно выделяя лепестки друг от друга отделяю чтобы они прям четко друг от друга отделялись и были такие еще более реалистичные и объемные вот таким движением я уже соединяю все части этого лепестка а вот теперь попробуем сделать прожилки как раз тут самое главное раз там еще все влажно чтобы на кисти не было не было много воды вот мы таким плотным тоном рисуем эти прожилки рисунок такой характерный они сейчас впишутся мягко еще немножко подрастекутся и будет такой только намек на них что нам и хотелось добиться дальше отделяем передний лепесток от всех остальных он самый крайний такой самый четкий поэтому вот я другим рядом лежащим лепесточком его отделила и здесь пробую тоже рисовать эти прожилочки полукруглые лежащие по форме если прожилки получаются слишком вырисованы четко можно их немножко просто влажной кистью потом обобщать у меня здесь не ботанический рисунок поэтому прям такой четко проработанной ботаники не будет чисто такое впечатление больше просто хочется чтобы хотя бы чуть-чуть был вид этих цветов узнаваем поэтому здесь я нарисовала они были слишком уж такие явные немножко кисточка их обобщила уже смотрится получше там пропали попробуем сделать еще раз пройдемся по внутренней части того лепестка тоже вернем эти прожилки и по центральному здесь самые важные потому что на него наш взгляд и направлен самое главное их нарисовать более-менее такой правильной формы не ровно как палки а вот немножко чтобы они так изгибались и шли к центру вот сейчас пора рисовываю там на кисточке очень жидко краска разведена потому что уже лепесточек сухой то есть там ничего по-мокрому сейчас не растекается поэтому как бы лессировочным слоем я прохожусь когда лессировочным слоем мы проходим и слишком они четко будут смотреться то можно потом как раз будет кисточкой обобщить просто влажной кистью такой крупной даже с цветом так вот обобщаю и уже они не будут так выделяться а будут где-то в тени как будто находиться в лепестке обязательно оставляю этот светящийся край чтобы эффект солнца у нас в картине сохранялся намешиваю опять темный цвет и еще раз прохожусь посерединке ставлю какие-то акценты и места касания уточняю где-то можно акцентики на самом лепестке поставить так он будет интереснее и продолжаю работать над прожилками сейчас мы перейдем к переднему лепестку наводим вот этот цвет такой синеватый и полукругом я рисую эти прожилки на нем смотря как они там расположены в оригинале вот полосочки нарисовала теперь их сразу кисточкой такой еле влажной обобщаю чтобы они не были слишком такие явные вот этот кстати способ рисования прожилок листировками возможно он даже проще чем по мокрому стремиться их нарисовать по сухому мы эти прожилочки сделали и тут же какой-то или влажной кисточкой немножко обобщили в принципе будет смотреться похожим образом вот когда мы рисуем прожилки на освещенной части лепестков здесь очень важно сделать это очень светлым тоном то есть они будут не такие грубые темные как на теневых частях это самый важный в принципе момент при работе с тоном на освещенных участках не забывайте про это и смотрим уже на цветок в целом все ли у нас там устраивает или где-то там еще акцента хочется добавить если все устраивает то переходим к следующему немножко уточняем бутончик тоже снизу я сделала его посинее и добавляю собственного такого цвета фиолетоватого помним что он не нужен слишком проработанный просто соединяем его примерно по тональным соотношениям с цветком который уже нарисовали немножко вот так проявили пару молочков бирюзового добавить какой-то красочности и можно переходить уже к следующему цветку мне кажется который смотрит лепесток на нас у него недостаточно тонального отношения как бы он не слишком объемный поэтому добавляем еще больше тона в серединку чтобы вот этот лепесток стал более круглый верхнюю часть и нижнюю часть оставляем и следующий лепесток тоже немножко утемняем чтобы он тоже стал пообъемнее и потемнее места касания проявляем сильнее повторными движениями в принципе делаем то же самое что мы уже делали просто тон добираем где он был не набран в полную силу помним что когда работаем на хлопке особенно при смачивании его с двух сторон часто краска сильно просаживается и приходится поэтому возвращаться вторым слоем не всегда получается брать ее с первого раза в полную силу настолько насколько бы хотелось нужно добавить розового посильнее чтобы появилась некая красочность и все время немножко отдаляемся и смотрим что получается в целом таким образом я прохожусь по всем этим лепесткам и где-то добавляя тональность усиливая акцент в местах касания с цветами играю с теми же то есть у меня там и розовый фиолетоватый ближе к солнышку конечно больше туда уже ложу золотистого серединку тоже немножко теплым прорабатываю еще раз выделяя лепестки которые перед нами иногда приходится немножко выбирать краску если хочется чтобы краешек лучше светился на него затекло и после этого беру тонкую кисточку и приступаю к проработке уже совсем таких точечных акцентов и полосочек на цветке набираю сейчас тон погуще так как у меня листы листки влажные лепестки то на них нужно чтобы в кисти было больше красочки и меньше воды чтобы эти полоски в принципе было видно и не все растеклось тоже их рисуем по форме как они закругляются на самом деле эти полоски могут еще лучше подчеркнуть объем если их правильно по форме расположить визуально будет лепесток более такой округлый объемный с ними и так прохожусь по всем лепесткам немножко добавляя этих полосок если они будут слишком грубые то я их потом обобщу изнутри мы делаем с внутренней стороны лепестков эти полоски тоже надо обратить внимание на том как они идут в оригинале чтобы не поломать форму лепестков этими полосками сначала положила потом убрала потому что как-то неудачно положила на мой взгляд также расставляю акценты вот видите на краях лепестков очень выгодно где-то поставить такую черточку акцентик темный и таким образом они просто еще больше проявится их объем и материальность самое главное не вдариться в обводку то есть именно точечные эти акценты должны быть если мы начнем лепестки обводить то это уже начнет будет похоже на раскраску что нам не нужно полосочки на дальнем лепестке делаем очень светло помним об этом чтобы они были еле еле заметные на освещенных участках которые теплые тоже они светлее будут гораздо чем на теневых участках лепестка которые смотрят на нас делаем акценты на серединке где-то уточняю добавляя тона тоже точечно вот видите я там несколько точек уложила пестик немножко уточняю делаю контраст тычинки там где-то выделяю местами не сплошняком темным чтобы у них появился тоже какой-то объем и контраст но и в то же время советую не слишком ударяться в детализацию чтобы акварель она выглядела легкой нужно как бы соблюдать баланс поэтому почаще отходим и смотрим на работу в целом на данном этапе работу можно считать завершенной и ставить подпись все кто досмотрел до конца спасибо вам вы герои уже но еще будете большими героями если попробуете нарисовать свои цветы в хрустальном окружении в сияющем очень интересно будет посмотреть на ваши результаты делитесь в соцсетях отмечайте меня с удовольствием посмотрю что у вас получилось всем пока пока пока